Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Блудлинес, и сегодня мы проходим дальше Чёрное Зеркало, и я очень рад, конечно, что вам понравилась эта игра, и что очень многие написали проходить дальше. Опять же, скажу, оценивайте лайками, именно пишите комментарии, ну, по серии мы будем проходить, да, как бы, и каждую серию оценивайте лайками, чтобы я мог понять, вам нравится или нет, потому что бывает иногда людям не нравится, и такая фигня, короче, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На чём мы остановились? Мы остановились на том, что мы увидели, как умер наш дедушка, в начале, конечно, серия была очень такая, ну, как, конечно же, замудрённая, дальше всё будет покруче, всё будет подлиннее, и как у меня человек мой такой, знаете, сахарный. А что нам надо сделать для того, чтобы снять ту штуку? Да, нам он сказал, надо, типа, фотоаппарат пойти взять и там сфоткать, ля-ля-ля-ля-ля, не знаю, честно говоря, зачем это ему фотографировать, наверное, если это квестовая игра, то, мне кажется, чтобы показать кому-то другому, спросить, типа, не видели ли вы какой-то такой знак или что-то такого, хотя я, опять же, не спорилирую, что это такое, что-то лежит тут в уголку. Наверное, ещё работает. Ой, как же громко. В нём нет плёнки. В нём нет плёнки. Плёнку мы вот там. О, подождите, плёнку мы не можем взять, потому что плёнка, походу, и служила свой срок, и нам надо где-то в другом месте его найти, да? Он старенький, но работает. Можно, конечно же, нажать правой кнопкой, опять же, я заметил, так, у нас Бейтс, наш камин ещё не зажёг, надо пойти с ним поговорить. Это, конечно, жутко. Знаете, как сказать, чувствую себя неполноценным. Знаете, из-за того, что я не могу перевести... Это подарок Роберта Уильяму. Не могу озвучить, у меня такое чувство, как будто бы я ничего в игре вообще не делаю, как будто бы я только говорю свои мысли. Я бы хотел бы озвучивать... За ней была детская, теперь здесь голые стены. Нет смысла заходить туда. Да, эту игру переводила Акэла, так что... Они офигительно перевели, супер просто, я не знаю, я даже не скажу слова плохого. Кстати, мы можем пройти вот сюда, в Старое Крыло, и посмотреть, что же там. Можем выйти на балкон, как я помню. Можем посмотреть вот в Старую Башню. Это там, где наш дедушка упал с башни. Серии, друзья, будут выходить по 30 минут, чтобы было интересно. За этими окнами будет кабинет Уильяма. Если я хочу узнать, что действительно произошло, я должен как-то попасть внутрь. Да, нам как-то надо будет попасть внутрь, и это внутрь, это внутрь будет, наверное, попозже, потому что сейчас мы еще не поговорили даже с половиной людей, которые тут находились. Я надеялся, что больше никогда не вернусь сюда. Я никогда не прощу себе смерть Кэтрин, ведь она погибла из-за меня. Это... это я должен был погибнуть в огне, а не она. Видимо, мы тогда жили с Кэтрин в этом именно крыле, как бы, да, старом. И, скорее всего, тут, как бы вам сказать, произошел пожар, но почему он винить себя, вот этого я не помню, честно говоря. Я вообще ничего практически не помню. Он уже давно поломан. И как меня зовут, я тоже не помню. А, кто это, где я вообще нахожусь? У меня еще приступы дальтонизма, блудлинизма и анархизма. Так, погаши камин. Давайте все осматривать. Надо правой кнопкой нажимать, я забываю нажимать. Одна зола. Одна зола. Одна зола. В зале что-то лежит. Если мы нажмем правой кнопкой, то мы что-то найдем. Куски фотографии. Куски фотографии. Фотография. Девять на двенадцать. Холст полностью уничтожен огнем. Так, вот что тут на чердак. Вот, если я не ошибаюсь, вот этот путь ведет нас на башню. Дверь заперта. Ну, это и неудивительно, что дверь заперта. Шкаф какой-то есть интересный. Тоже, видите, да, 2003 год, а все прорисовано. Здесь ничего нет, одна пыль. Все прорисовано буквально вообще до мелочей, до глубины. Так, порванная фотография. Давайте посмотрим, что там. И как я вспомнил, это такой небольшой пазл. Этот пазл нам надо собрать, чтобы увидеть, кто же на фотографии. Потому что фотографию полностью срезали. Ну и что, друзья, я надеюсь... То есть не надеюсь, а ляха-муха, мне придется это все собирать. Ну что такое? Ну что, дорогие друзья, если вы заметили, я уже собрал практически полностью эту картину. И сейчас так. Блин, последние штрихи надо... Ага, вот сюда. Так, уголок, уголок, чтобы тебя... Блин, вот сюда. Ага. Так, это, если я не ошибаюсь, вот сюда. И вот так, штрихи. Последний отбиваем. Кто же это? Похоже, знаете, на кого? На... из собачьего сердца. Мне незнакомо это лицо. Шариков. Но кто бросил снимок в камин? И зачем его разорвали? У нас есть одна улика, которая, видимо, показывает, что какой-то чувак тут был, походу. И от кого-то хотели избавиться, потому что взяли и разорвали. Как и все остальное в комнате во время пожара. Ну да, случилось. И это место заставило меня вспомнить то ужасное происшествие. Но это происшествие, если я не ошибаюсь, никаким образом не будет сильно, ну, нам, как бы, играть роли на все наше расследствие. Хотя, честно говоря, не помню, не помню, дорогие друзья. Можно правой кнопкой нажать, опять же, посмотреть на его бездонные глаза. Куда-то он смотрит в пустоту, непонятно куда. Мы можем также, когда мы находим какой-то новый предмет, подходить к людям и спрашивать у них, знаете ли вы этого человека, например, или что-то типа такого. Ну, это во всех квестах абсолютно есть, так что... Мне нужно поговорить с вами, Роберт. Конечно. Конечно. Пленка мне надо. Мне нужна фотопленка. Вы не знаете, где мне ее взять? Может быть, в Лозовой заводе? Хотя, погодите. По-моему, у меня есть где-то несколько пленок. Они, наверное, еще годные. Можете дать их мне? Я бы с удовольствием. Но они на чердаке вместе с другими старыми вещами. Они в моем сундуке. Он стоит в углу. Найти его... Спасибо, и я пойду их в... Конечно, берите столько пленки, сколько понадобится. Так, ну пленку мы теперь знаем, где взять, но у нас нет ключа оттуда. Я говорил с Бейтсом. Почему вы не пускаете его в свой кабинет? Это он вам сказал? Видите ли, я просто не хочу, чтобы меня кто-то отвлекал. У меня хватает своих собственных проблем. И я могу обойтись без его подобострасти. Что случилось? Ничего особенного. У меня просто много работы. Не хочет, что-то скрывает, видимо, по всей такой... Роберт, взгляните на это фото. Вы не знаете, кто это может быть? Нет, я не знаю этого человека. Почему вы спрашиваете? У нас есть даже еще отрицательный или положительный ответ. Но они никак на роль игры не... Ну... Не это... Не играют. Я нашел фотографию в старом крыле. Она была разорвана и брошена в камин. Учитывая, что ее кто-то разорвал, можно предположить, что на ней не очень важный человек. Забудьте об этом. Да. Либо не важный человек... Хорошо. Приходите. Либо это кто-то что-то скрывает. Этот человек очень важен, потому что что-то тут не так. Так, ладно. Об этом мы и поговорили, да? Бейтс... Давайте посмотрим, Бейтс тут находится или нет у нас возле камина. Так, он уже возле камина отошел. Давайте подойдем, посмотрим кабин, такой тепленький. Огонь нужно поддерживать и зимой, и летом. Иначе в помещениях очень холодно. Даже представьте, даже летом. А знаете почему? Потому что очень большое здание, как бы... И... Да, тоже холодно бывает. Как бы поток воздуха, ну, солнечные лучи не попадают. Почему я в библиотеку не могу пройти? А вот, смотрите, я пришел. Так, Герман, Герман, если я не ошибаюсь, это наш врач. Хотя, сейчас посмотрим, посмотрим... Доктор, мы можем поговорить? Поставь эту книжку, чертов ублюдок, дай поговорить с тобой, белый орангутанг к любви. Да, конечно. Так, давайте спросим про Уильяма. Я хочу поговорить о Уильяме. Я знаю, что вы были его врачом и другом. Да, это можно сказать обо всей вашей семье. Так что вас беспокоит, Гордон? Вы должны понимать, что это неподходящее время для разговоров о Уильяме. Я не верю, что это был несчастный случай. Хм, действительно странно. Тогда зачем ему нужно было это делать? И эти ожоги? Какие ожоги? Ух ты! Несколько сильных ожогов, их происхождение мне неизвестно. Продолжайте. Нет, как-то. Мы не знали. Приходите завтра, я с удовольствием все вам расскажу. Сегодня мне действительно не хочется об этом говорить. Хорошо, ждите меня завтра, я непременно приду. Доктор Герман знает, и я должен поговорить с ним завтра. Ожоги, кстати, друзья, ожоги даже не знаю, откуда они могли взяться. И тут главное, а сделали такое эхо, хотя оно тут не нужно было бы, да? Ну, то есть, перед началом было эхо, а потом эхо убрали. Ну, как-то странно. Так, у нас тут такая библиотека интересная, свиток лежит. Где-то тут, если я не ошибаюсь, должна быть карта. Карта этих всех поместьев. Карта нашего поместья. Вот она. Может пригодиться. Я возьму ее. Это круто. Давайте посмотрим, что же у нас там за поместье. Так. Вот, Лозовая Заводь, которую говорил наш, как его звали, я не помню уже, Санаторий Эшбурь, который мы вследствие откроем. Тут Дом Германа, вот Черное Зеркало. Это наше поместье. Приход в Урмхиллайта, церковь, да? Там всякое такое. Ладно, пока не буду раскрывать карт. Я помню только, что мы будем впоследствии бродить. Мы не только в этом замке будем. Он полон различных пергаментов и старых... Да, старые свитки, которые нам даже не интересны. Давайте подойдем ближе к столу и посмотрим, что у нас тут в столе. Рабочий стол Уильяма. Он проводил за ним много времени. Но уже не проведет, потому что он мертв. Большая книга. Что это за книга такая интересная? Почитаем. Летопись прихода Урмхилл. Вся история наша. Местная церковь стоит здесь с незапамятных времен. Согласно самым старым книгам и записям, она стоит здесь очень давно. Только стены нашего замка помнят ее строительство. Маркус Гордон построил ее так давно, что дата ее возведения была потеряна во мгле веков. Таким образом, о настоящем возрасте постройки можно только догадываться, так как в прошлом записи велись нерегулярно. Будем придерживаться точки зрения уважаемых историков, что церковь была построена около 1215 года. Считается, что Маркус построил церковь на языческих землях, где в течение столетий умерло много невинных людей. Однако, соответствующих записей нет. Нет ни одного упоминания об этом в тех книгах и свитках, которые я нашел в особняке или церковном приходе. Однако, с исторической точки зрения, это туманное предположение или, скорее, легенда, распространенная в этих местах. На одно ясно почти наверняка. Это было также время расцвета Академии в Черном Зеркале, как и церковь в Вормхилле. Именно Маркус построил это выдающееся сооружение. Новая Академия была призвана служить источником знаний для людей. Это было также место, в котором хранилась хроника семьи Гордонов. Маркус прикасал оберегать ее. Но судьба была неблагосклонна к Маркусу. Вся Академия сгорела до тла через много лет после его смерти, в 1512 году. Несмотря на героические усилия людей, которые жили в поместье и бросились тушить огонь, Академия полностью выгорела. Когда они поняли, что нет никаких шансов спасти здание, то попытались спасти записи. Не все хотели рисковать своей жизнью в борьбе с огнем из-за каких-то исписанных листочков бумаги. Если бы не несколько храбрецов, мы бы так никогда и не узнали ни то, кем был Маркус Гордон, ни истории Черного Зеркала, ведь большинство хроник сгорели при пожаре. Гармур Гордон погиб в огне в возрасте 45 лет. Его героический поступок остался в памяти навсегда. Не осталось никого из Академии, кто бы заботился об оставшихся записях и старых книгах. В результате, оставшиеся тома были переданы в приход Вормхилла на хранение отцу Матиосу. Отец Матиос тщательно берег эти исторические сокровища до своей смерти в 1543 году. Этому святому человеку, потомки Гармуры Гордона, благодарны за сохранение хроник и старых записей. С тех времен хроники семьи Гордонов передавались от одного преемника отца Матиоса другому до наших дней. Записанный рукой Джереми Гордона. 1632 год. Вот это, кстати, друзья, надо было очень внимательно слушать. Если кто-то перемотал, это, конечно, не очень хорошо, потому что по этой сюжетной линии будет идти... То есть не по этой сюжетной линии, а как бы это вся история игры, как бы вся история вот этого поместья. И ее тоже очень важно знать, если вы хотите очень полностью влиться в эту игру. Но, в принципе, я думаю, даже если вы это пропустили, да, в принципе, я объясню потом, если что. Так вот, я пошел пока выключил вентилятор свой, потому что он очень шипит и мешает записи видео. Так что давайте проходить так и смотреть, что же у нас тут. Бейтс. С Бейтсом мы, кстати, не договорили, он там что-то пахлаву какую-то готовит, я так понимаю. Да, сэр. Да, сэр. А вы плохо выглядите. Почему бы вам не взять выходной? Да, он уже нахотил. Спасибо, сэр. Со мной все в порядке. Дело в Вильяме. Здесь мы провели лучшие годы нашей жизни. В самом деле, за это время вы должны были стать хорошими друзьями. Да. Пожалуйста, давайте не будем об этом. В последнее время у нас и так достаточно поводов для грусти. Бейтс, я хочу сказать вам, что для нас вы скорее друг, чем слуга. Спасибо, сэр. Хороший дворецкий, походу, был, да? Так, ключ от чердака. Мне нужен ключ от чердака. Вы не знаете, где мне его найти? Он висит на кухне, рядом с ключом от подвала. Вы не пропустите его. Ключ, может, мне сегодня понадобится. Вы не могли бы потом вернуть его на место, сэр? Конечно, я его верну. Спасибо. Так, ключ-то у нас есть, а ну-ка. С вами все в порядке, Бейтс. Вы можете отдохнуть, когда захотите. Спасибо, сэр. Со мной все в порядке. Так, и фотографии. Гляньте на эту фотографию. Вы его знаете? Его лицо мне не знакомо. Никто его не знает, абсолютно. Но я не очень хорошо запоминаю лица, извините, сэр. Такое чувство, как... Думаю, мне пора. Я вернусь к работе. Как будто бы это какой-то чувак. Хотя не каждый из них может врать абсолютно. Так что даже на это можно не обращать внимания. Так, давайте ключ возьмем, пойдем в этот на чердак. Какой там он сам возьмет, да? Это ключ от чердака. Я возьму его. Ключ у нас есть. В принципе, все отлично. Так. Вот я тоже, опять же, думаю, кто бы мог порвать фотографию. Либо кто-то врет, либо кто-то пришел в это поместье, порвал, выбросил. И все, да? Но это было бы очень глупо, мне кажется. Такого не могло бы быть. Так что это только тот, кто... Тот, кто тут обитает. Потому что кому-то нужно было это. Так, давайте используем ключ. Мазафака уебич. Такие зловещие звуки, да? Люстра двигается так скрипяще. Почему никто не починил это место тоже? Ну, может быть, просто не было времени и сил. Такой гул из досок, наверное. Ну, из звуков. Так, сундук у Роберта. Где нам надо и взять пеленочку, да? Заперто, проклятие. Ну, просто замечательно. Он что, не мог сказать, что... У меня нет ключа. Он не мог сказать, что он закрыт, что ли? А ну-ка, давайте посмотрим, что у нас еще тут есть. Интересного. Старые свитки и множество паутин. Это нам... И нафиг не надо. Давайте посмотрим дальше. Когда первые разы проходил эту игру, кстати, я не знал, что сюда можно пойти. Я думал, что... Как бы камера ж не поворачивается. Так, в башню. А двери-то заколочены. Вход в башню заколочен досками. Мне нужно как-то избавиться от них. В принципе, я могу взять лом. Я не могу это сделать голыми руками. Или гвоздодером, если повыламливаю доски, в принципе. Ну, посмотрим. Решим, как. Давайте пойдем к Роберту и спросим, почему же у него закрыт ящик. Это очень странно. Очень. Может быть, он забыл нам ключ дать или... Ну, всякое бывает, да? Так. Можно, кстати, переходить очень долго в одну и ту же часть. А можно нажать вот так два клика. И мы сразу резко перейдем. Это будет очень хорошо. Так. Кабинет Роберта. Тук-тук. Падла, открывай. От СУЗа 2 рубля. Могу я вас отвлечь на несколько минут? Ты, конечно, можешь. Я хотел бы задать вам несколько... Слушаем. Так, что с сундуком? Я ходил на чердак за пленкой, но ваш сундук заперт. Могу я одолжить ваш ключ? Заперт? Ой, совсем забыл об этом. Извините. Вот ключ. Спасибо. Как ты мог забыть? Сейчас я тебе рожи начищу, будешь все помнить, собака ты. Ванилиновая. Этот ключ я тебе потом... Спасибо, не спешите. Я им пользуюсь. Я им пользуюсь очень редко. Лето поля. Ладно. Какой-то ключ интересный. Я должен. Хорошо. Приходите в любой... Закрывай уже дверь, пока ты там что-то скажешь. Уже лето наступит. Так. Что нам надо? Нам надо шоколада. Кстати, еще хочу сказать по поводу этой игры. Если может кто ее посчитает скучной. У меня брат, который вообще не любит такие игры, он любит в принципе только, знаете, там какие-то доту там. Ну, доты тогда и правда не было в то время. Он любит всякие там экшены, там стрелялки, но он младший мой брат двоюродный. Я вам посоветовал эту игру, рассказал о ней. Он как прошел, он говорит, вообще игра просто замечательная. Надеюсь, сработает. Так, мы взяли пленку, да, автоматически. Думаю, ее можно использовать. Она не слишком... Она не слишком старая, а ну-ка. Я давно этим не занимался, но думаю, что ставил пленку вверх. Молодец какой. Ну, в принципе, я думаю, что от квестов на нашем канале не пошатнется и просмотры и все такое. Так что, я думаю, все будет круто. Тем более, надо разбавлять наш канал, потому что все-таки, ну, как можно... Мы одни пиксели снимаем, одни такие моменты, да. К хоррорам тоже, друзья, надо привыкать. Но, скажу я вам, не буду я их много брать. Я вот возьму самые только хорошие, только вот этот. Вот, скорее всего, даже после этого я даже и снимать квест никакие не буду. Ну, только если вам понравится сильно. Ну, это что, маловероятно. Так. Сфоткали, смотрите, да? Теперь мне нужно проявить пленку. Да. Но где же мне ее проявить? Где мне ее проявить, эту пленку, я не знаю. Давайте пойдем спросим еще, кстати, у Кунюха по поводу лома, может быть, или молотка. И по поводу фотографий нужно было бы спросить. Моррис, у вас есть минутка? Сейчас он пока раздолбает свои пеньки. Пенек обосранный ты. Конечно. Он бы походил, кстати, на убийцу очень хорошо, потому что у него есть топор. Моррис, посмотрите на это. Знаете этого человека? Хм, не думаю. Никогда его здесь не видел. Хорошо, спасибо. Кто его видел? Никто. Тогда я пойду. Хорошо. И про лом я не мог спросить, что за телега. Мешки полны сухого сена. Их нужно занести в конюшню, пока не пошел дождь. Да. Так, колодец. А давайте пройдем на конюшню и посмотрим, может быть, мы сами найдем тут что-нибудь. Тут какой-то ящик с инструментами, кстати, был. Давайте посмотрим. Может быть, что-то нам понадобится? Мне нужно избавиться от досок, которыми заколочена дверь в башню. Опа. Вот, молотком. Я же говорил, гвоздодер поможет. Или что-то типа такого. Но молотком, в принципе, можно отколотить эти... Наш фамильный герб. Можно гвозди повынимать. И даже раздолбать, в принципе. Так. Что нам еще нужно? Нам нужно поговорить с садовником. Я еще не разговаривал с ним по поводу всего этого. Давайте же пройдем вниз, если меня не ошибает память. Ха, смотрите, какой замечательный вообще черное зеркало. Вообще замечательный просто. Замок красивый очень. Окно моей комнаты. Ух ты, прикольно. Тут можно еще что-то улучшить. Ой, улучшить. Что я несу? Осмотреть точнее. Вообще замечательный, красивый. Вот рисовали. Вообще просто круто. Клеющие листья. Как приятно пахнет дымок, идущий от листьев. Тоже люблю. Обожаю просто осень. За то, что палят листья и запах. Ууу. Прям. Доброе утро. Супер. Ты куда, падла, пошел? Че, дурак? Вернись. Че, поехал? Уже тоже накатил, да? Что он делает? Да. Прорабатывали персонажи. Да, одному за таким садом, плюс абсолютно за всем присматривать, это очень тяжело было бы. Около года, сэр. Сад выглядит запущенным. Раньше здесь все цвело, а теперь... Я стараюсь, сэр, но не могу управиться совсем один. В саду действительно очень много работы. Скажите мне, Генри, что вы думаете о Уильяме? Я его не очень хорошо знал, сэр. Мы почти не виделись. Вы работали здесь каждый день и не видели его? Понимаете, сэр Уильям редко ходил в сад, а я делаю только то, что мне говорит мадам Виктория. Бейтс был единственным, кому разрешалось входить в его кабинет. Больше он никого не пускал. И есть еще что-нибудь, что вы можете рассказать о нем? У меня нет особого настроения разговаривать о нем. Почему? Да как вам сказать? Все думали, что он немного того. Вы понимаете, о чем я? Поехавший. Я действительно не хочу говорить о нем с вами, сэр. Пожалуйста, поговорите с кем-нибудь другим. Что бы это значило? Почему кто-то считал Уильяма сумасшедшим? Генри, вы узнаете человека на этой фотографии? Вы его когда-нибудь видели? Сто процентов нет тоже, да? Никто его видел. Нет, сэр, по-моему, нет. Кто он? Я должен его знать? Нет, наверное, нет. Я просто хотел узнать, не встречались ли вы с ним. Нет, сэр. Да уж. Я оставлю вас. Все ясно, короче, с вами. Давайте пройдем в оранжерею дальше. У нас там оранжерея красивая есть. Со цветами тоже такая большая, прям как Уиспер Уиллоус, который запорол я. Хворост. Хворост, приготовленный к отправке на измельчение. Что это у нас измельчитель такой интересный? Охренеть. Похоже на кровь. Хотя, как это возможно? Может быть, кто-то кого-то захерачил в этом измельчителе? Здесь собираются измельченные ветки. Да, но... Слушайте, что-то странно. А ну-ка давайте в оранжере попробуем пройти. Дверь заперта. А ну-ка давайте пойдем спросим у Генри, что он по этому поводу думает. Что там, мать его, кровь? А ну-ка. Генри. Да? Мам, да. Генри, на измельчителе возле оранжереи кровь. Откуда она? Ну это невозможно, сэр. Я кладу в него только ветки. Вы уверены? Скорее всего, вы правы. Наверное, мне показалось. Мне стоит отдохнуть, а то уже мерещится всякая пакость. Как-то странно. Генри, я ходил в оранжерею, но она закрыта. Почему? Я закрываю ее и днем. На всякий случай. На всякий случай? Не хочу, чтобы кто-нибудь совал свой нос в мои вещи. А что, здесь ходят посторонние? Нет, сэр, не в этом дело. Но я видел здесь несколько раз Морриса, а ему тут делать нечего. Оранжерея и сад на моей ответственности. Я обычно закрываю ее, чтобы быть уверенным, что ничего не пропадет. Но если вы хотите посмотреть, что внутри, я ее открою. Нет, я просто хотел узнать, почему она закрыта. Что же Моррис мог искать в оранжерее? Что тут не то? Тут помимо того, смотрите, друзья, помимо того, что мы основную часть сюжета проходим, давайте посмотрим еще раз, есть там что-то или нет. Такого просто не может быть. Опа. Здесь ничего нет. Можешь поклясться, что я видел кровь. Как? Оно уже сухое. Что-то мне нехорошо. Приму свое лекарство. Как-то довольно очень странно, мне кажется. Какие-то глюканы еще словили. Не хватало нам этого. Ладно, Моррис. Моррис пока... Этот Генри, чувак, тоже они нам не сильно надо. Нам надо пробраться в ту штуку, да, как бы пойти. То есть, не в штуку, в башню эту. И надо узнать, у кого же можно проявить фотографии. Так, давайте попробуем молотком это все сделать. Но что-то мне кажется, что мы вот так просто туда не попадем. Что может быть еще и дверь закрыта там. Что очень вероятно. И, друзья, если кто смотрит на канале это видео, например, после того, как я залил, да, чтобы не можно найти первую, вторую серию, смотрите, я плейлист, наверное, сейчас создам по-быстренькому, чтобы все можно было найти, да. Если вы что-то не можете мне найти, плейлист, заходите. И там все будет. Надо будет настроить все плейлисты. Бэс, бэс. Да, ты что, Морган. То есть, не Морган, а Гордон. Дорога свободна. Фримен прям. Дверь заперта. Понятия не имею, где может быть ключ. Нужно. Как я и говорил. Понятия не имею, нужно спросить. Вот, нужно спросить Викторию. Надо, наверное, к Виктории пойти, потому что мы с ней еще даже не разговаривали. Ну, опять же, в начале со всеми пока поговорим, там, тяп-ляп. Как и в пикселях, в принципе. В любых пикселях, когда мы разговариваем с каким-то персонажем, мы можем пройти дальше, можем... Что это за форма в виде члена? Что за бред? Лето я только видел. Так. Давай спускайся. Если я не ошибаюсь, она тут. Такие псы, блин, вообще жесть. Вот раньше замки, да, строили, как классно. Смотрите, открыто в гостиную. Я понимаю, что Викторию надо оставить, но я должен спросить ее о ключе от кабинета Уильяма в башне. Да, и не только об этом. А ну-ка. Виктория. Виктория, я знаю, вы хотите побыть одна, но я должен задать несколько вопросов, на которые только вы можете ответить. Может, и стоит немного отвлечься? Меня гнетут воспоминания. Последние несколько лет у меня было очень много времени для воспоминаний. О чем вы хотели со мной поговорить, Сэм? Ну, о чем мы поговорим с ним, это вы узнаете в следующей серии. Серии выходят каждый день, а Черное Зеркало, скорее всего, даже по две серии будут выходить, потому что игра все-таки длинненькая немножко так, ну, пять глав, вроде бы, если я не ошибаюсь. И серии будут выходить, чтобы вам интересно было, чтобы вы не забывали сюжет и все такое. Так что, если вам понравилось, обязательно оценивайте лайками. Если лайков много, то серии будут быстрее выходить. И если лайков не будет меньше 200, то в серии, может, даже и по три, и по две будут еще плюс пиксельные игры. Так что смотрите сами и ставьте лайк, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. В описании этого ролика или подписывайтесь на канал. Всем спасибо, с вами был Блудленс и до встречи.